Открытая студия Федерал Пресс продолжает свою работу на Всероссийском институционном форуме Заваураль. Я в эти дни работаем в Сибаеве, Республике Башкортостан. И в нашей студии министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Искандарович Ферафуддинов. Добрый день. Здравствуйте. Ну вот когда мы говорим на тему леса, лесного хозяйства, лесной промышленности, мы неизбежно касаемся вопроса баланса. С одной стороны, лес – это прекрасный ресурс и источник для пополнения бюджета региона. С другой стороны, это вечная тема для острых разговоров на тему сохранения лесного хозяйства. В рамках проекта «Сохранение лесов», насколько я знаю, к 2024 году должен был быть восполнен весь объем вырубленных лесов. И первое, что я хотела бы спросить, получается ли достичь этой цели? Ну, начнем с того, что действительно баланс должен быть соблюден, потому что все-таки есть и рекреационный потенциал наших лесов, и учитывая, что мы в Республике Башкортостан, пчеловодческий потенциал, ну и конечно же ресурсный потенциал как продукта переработки. Поэтому мы этот баланс, конечно, в любом случае соблюдаем. Второе, что я хотел сказать, что, конечно же, мы восполняем наши лесные ресурсы. Более того, я хочу сказать, что мы даже не выпиливаем всего того объема, который, в принципе, научно обоснованно нам положат. То есть, если мы говорим про, например, годовой объем расчета лесосека, так называемый, у нас в Республике составляет более десяти миллионов километров. А ежегодно мы вырубаем порядка трех миллионов. Почему? То есть 30 процентов. Ну, понятно, что вырубкой подлежит наиболее такая высокомаржинальная двойная порода. Они вырубаются. К сожалению, ну вот сейчас вот с приходом новых инвесторов, условно говоря, переработчиков по низкотоварной древесине, конечно, тоже пошло освоение низкотоварной перестойной древесины, которая уже перерабатывается полностью, ну, в плитное производство, будем говорить, в виде щепы и дальнейшего уже в плиту. Это тоже, конечно же, идет. Но, еще раз повторяю, баланс мы всегда пытаемся соблюсти, потому что, еще раз повторяю, рекреационный потенциал на сегодня уже практически по финансовой отдаче приблизился к ресурсному потенциалу, который мы получаем от заготовки древесины. Возможно, это вообще высшая цель на самом деле. Какие формы аренды лесного хозяйства, лесопользования сегодня пользуются наибольшей популярностью со стороны бизнеса? Ну, как я уже сказал, у нас, в принципе, по лесному законодательству более 15 видов использования лесов. Наибольший объем пополнения в бюджет пока дает, конечно же, заготовка древесины, ну и, соответственно, наибольшее количество договоров аренды было заключено. Но вот в последние год-два, учитывая тренд на внутренний туризм, у нас, скажем так, кратное увеличение количества договоров по рекреации. Если говорить в цифрах, то у нас, в принципе, по Республике Башкорстан порядка 3,5 тысяч лесопользователей, которые пользуются лесными участками на основании договоров аренды и постоянного бессрочного пользования. Общее количество самих договоров, вернее, вот из этих договоров порядка 240 – это заготовка древесины. Почти 800 – это стала рекреация. Плюс, еще раз говорю, у нас пчеловодческий регион, ведение сельского хозяйства, а именно пчеловодство у нас на третьем месте, это порядка 670 договоров. Поэтому вот такие направления, они уже как бы выровнялись. Если еще раз говорю, года 4-5 лет назад у нас про туризм, внутренний туризм не такая трендовая тема была, сейчас, учитывая большое количество грантов на развитие, глэмпингов, там, туристического хозяйства и так далее, очень большим спросом пользуются реки. Вот именно вид использования леса как рекреации. Проблема неправомерного использования лесного хозяйства сохраняется? – Использование с точки зрения земель или с точки зрения незаконных рубок? – С точки зрения вырубок, да. – Вырубок. Если говорить про вырубки, ну, конечно же, мы никогда, наверное, до нуля эти моменты не доведем. То есть, в любом случае, где-то сыграет человеческий фактор, но у нас постепенный, вернее, даже ежегодный тренд на снижение объемов незаконных рубок, он идет. Как мы его достигаем? Ну, во-первых, у нас 90% нашей территории, лесов республики, мониторится с космосом. То есть, мы получаем конкретные данные по всем участкам, где, возможно, проведена незаконная вырубка. Если мы такие данные уже, так называемые, дешифрированные снимки получаем, мы уже с выездом на место фиксируем. То есть, факт незаконки или просто поляна, потому что космос тоже ошибается. Плюс к этому, у нас мы очень хорошо усилили за последние годы материально-техническую базу наших инспекторов. То есть, по большому счету, порядка 80 автомобилей высокой проходимости, вот в рамках, в том числе и федерального проекта сохранения лесов, в котором мы работаем, мы усилили материально-техническое оснащение наших инспекторов. Плюс к этому, конечно же, используем и межведомственные взаимодействия. У нас очень сильно хорошо налажены связи и с Министерством экологии. То есть, егерь, работник Министерства экологии, видя какую-то, по его мнению, несанкционированную работу, моментально сообщает нашим инспекторам. Если мы проезжая, видим тушу убитого какого-то животного, моментальное сообщение инспекторам. То есть, вот этот вот межвед, он очень сильно помогает в части оперативности работы. Ну и, конечно же, никто не отменял оперативную работу с правоохранительными органами. То есть, на основе межведственной операции, они на постоянной основе проводятся. Поэтому все это вкупе дает все-таки результат на ежегодное снижение объема незаконных органов. Ну вот, Республика Башкортостан вообще славится объемами леса. У вас много лесов. Они невероятно приятные во всех смыслах этого слова. Но полагаю, что для того, чтобы следить за этими лесами, большое количество лесников необходимо. Вот в контексте, вы говорите, снимки со спутника, в контексте применения новых технологий рассматриваете ли вы возможность замены этой профессии лесник новыми технологиями? К сожалению, сегодня уже как таковой профессии лесник-то и нет. Это при прежнем лесном кодексе, ну так будем говорить, самое низкое звено работников системы лесного хозяйства называли лесники, у них были обходы. Сейчас этого нет. Сейчас у нас все-таки укропление. Но даже учитывая, что мы все переведем в космос, все в цифру и искусственный интеллект, к сожалению, в лесу без человека пока еще не получится. Все равно он нужен, пригляд нужен, потому что никакой искусственный интеллект не подскажет, когда срубить вот это вот дерево. Потому что лесник, мы говорим, работник лесного хозяйства, он же и пожары тушит, он и предупреждает незаконные рубки, он и санитар леса, врача, хирурга пока, я думаю, что вряд ли в скором времени какой-то робот заменит. А работник лесного хозяйства, он, например, в части борьбы с вредителями, болезнями леса, это такой же врач, это такой же врач. Поэтому пока я думаю, что в лесу человек нужен, и я думаю, что он еще будет. Я не могу не затронуть еще одну тему, которая обостряется каждый теплый сезон, каждое лето. Это тема, связанная с лесными пожарами. Что делается в республике Башкортостан для того, чтобы предотвратить или уменьшить их количество? Есть ли какие-то совсем кардинальные меры, которые необходимо принимать для того, чтобы пожаров стало меньше? Ну, начнем с того, что в принципе у нас, вот уже, мы то, что имеем на текущий год, очень помог проект, федеральный проект сохранения лесов, в рамках которого закупалась техника, в том числе и для тушения пожаров. Вот по текущему году мы уже закупку провели, и по итогам закупок текущего года мы выходим на стопроцентное исполнение нормативов по этому постановлению правительства Российской Федерации. То есть мы техникой обеспечены. Понятно, что этого, конечно, недостаточно. Понятно, что у нас есть техника старая, поэтому принципиальное решение по продлению работы этого федерального проекта президентом Российской Федерации Владимира Владимировича Путина уже принято. Поэтому надеемся, что мы уже старую технику, которую будем предапно списывать, все равно будем обновлять. Это первое. Второе. Ну, со стороны как правительства Российской Федерации, так и нашей республики, очень действительно большое внимание уделяется именно превентивным мероприятиям по недопущению пожаров, перехода пожаров в населенные пункты. Конкретный перечень их определен. Под жесточайшим контролем мы проводим работу, чтобы там проводилась опашка в первоочередном моменте. Вот мы практически, практически к майским праздникам мы уже имели все населенные пункты, которые подвержены переходу из леса или там из ландшафтных пожаров, они были уже опаханы. Ну и, конечно, зеленаправленно ведем эту работу, потому что весенним только пиком пожаров не заканчивается, у нас еще и осенний пик, поэтому осенью эти же работы будут проведены. Но есть, конечно, и проблемы, потому что все-таки вот у нас с численностью людей на тушение лесных пожаров, заработной платы, конечно, решаемо, и республика нам помогает. Вот и в прошлом году мы увеличили, на увеличение заработной платы нам республика дополнительно выделила. Поэтому стараемся, работаем, и внимание правительства России и контроль он все равно есть, потому что вот сейчас целевые конкретно уже показатели определены. Мы должны до 30-го года в два раза от прошлого года уменьшить количество площади пожаров. И на каждый год, значит, до каждого субъекта доводятся конкретные цифры, за пределы которой мы не имеем права выходить. В республике Башкорстан в прошлом году с достоинством все вышло, мы не превысили показатели. В текущем году пока тоже идем хорошо, у нас 5 лесных пожаров на площади, там порядка 16 гектаров. Сто процентное обнаружение, сто процентная ликвидация в течение одних суток, не допустили перехода никуда. Ну и главное, что мы пока работаем, наша основная задача, чтобы объекты экономики, люди в улице. Ну и соответственно в решении этой проблемы тоже важен кадровый вопрос, правильно? Кадры решают все. Этот постулат остается верным до сих пор. Кадры действительно. Но мы обучение проводим. Вот, например, мы только к текущему пожароопасному сезону мы провели обучение 288 наших сотрудников. Ну, будем говорить о зам тушения лесных пожаров. И кроме этого мы подготовили руководителей тушения лесных пожаров и руководителей тушения крупных лесных пожаров. А это уже когда более 25 гектаров. Сам лично прошел переквалификацию в текущем году на руководителей тушения крупных лесных пожаров. Ну, будем надеяться, тогда в этом году будет и еще меньше. Будем надеяться, да. Спасибо, Марат Искандарович. В нашей студии был министр лесного хозяйства Республики Пашкар Тавтан Марат Искандарович Шарфундинов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова